Добро пожаловать обратно на мой канал. Если я буду в этом ролике как-то запинаться, если я буду потеть, если мой мозг не будет выражать никаких умных мыслей, собственно, как выражение лица, то просто, знаете, за окном плюс 30, сегодня очень жарко, и говорить мы сегодня будем о жаре. И о том, как я её переношу, как переносят её мои собаки, чем я сейчас занимаюсь, если не гуляю, потому что в основном летом, во время своего отпуска я как бы гуляю, да, гулять не получается, и как вообще жить, и что делать. Говорим обо всём этом. Поехали. И, наверное, первое, о чём я хотела бы сказать, когда дома настолько душно, что вот ты делаешь вдох, а я вот делаю вдох, а я не чувствую кислорода, и мне всё равно как-то некомфортно, и перед сном приходится собакам мочить лапы, живот, потому что они так тяжело дышат, хотя у меня здесь есть, как бы, комнаты, где можно спрятаться от солнца абсолютно в любое время. Есть шторы. В общем, живётся в целом нормально, но реально за эти дни дома столько прогрелся, что даже дома уже нет никакого спасения от жары, от духоты. В общем, спасаемся, спасаемся как можем. И чем вообще заниматься в это время? Я призываю хоть чем-то заниматься, потому что вот я как совершенно гулящая женщина. Опять дверь, вечер, сквозняк. Как всегда, в видео хлопает дверь. Хоть чем-то заниматься, чтобы не маяться дурью, потому что я знаю, насколько это вообще жара размаривает. Вот ты как масло растекаешься по дивану, там, по кровати, по креслу, и ты не можешь ничем заниматься. Я, в принципе, на самом деле понимаю, почему бытует такое мнение, что жители южных стран ленивые. Блин, ребята, если бы в вашей стране круглый год было плюс 40, ну, я не знаю, чем бы вы хотели бы заниматься. Просто лежать, попивать какой-нибудь холодный напиток со льдом и есть мороженое. Вот лично у меня сейчас только такое желание, но я тоже с ним справляюсь потихоньку. И в основном я провожу время за работой. Я пишу и статьи. Снимать видео очень тяжело, ребята. Вот я сегодня сделала такое усилие. Жара не помеха творчеству, не помеха ютубу. Действительно очень тяжело сидеть тупо перед... И даже, знаете, не то, что сидеть, даже найти лицо, найти... У меня нет совершенно никакой прически, просто у меня очень жарко. И я вообще хочу сбрить все волосы, чтобы они меня так не раздражали. Ну, ладно, просто жарко. И просто найти какое-то хоть лицо, чтобы перед вами сидеть, не вот этой вот мокрой какой-то скалопендрой, с жирным-прижирным от пота лицом. И в душ постоянно ходишь по несколько раз в день. Короче, замечательная история. Я-то, кстати, учитывая то, что я как бы нормально переношу жару, у меня нет никаких там болезней, не знаю, хронических заболеваний. То есть, ну, норм. Но вот так вот. И, знаете, по вечерам у меня сейчас уже появилась какая-то такая традиция. Я что-нибудь вкусное готовить стала. Вы же знаете, я вообще не люблю готовить. Но сегодня, сегодня и вчера, и позавчера были такие дни, что вот сидишь вечером, а делать нечего, на улицу не пойдешь. Собаки гулять не хотят. Я с ними гуляю эти три заслуженных раза. Но они делают там какие-то свои дела. И все. И они ложатся в тенек, в траву. И вот Лючка, его фиг сдвинешь вообще. Там домой даже идти. Его приходится брать на руки и тащить вот так вот. Собаки страдают. Люсик, особенно черный, ему очень тяжело. Ему как ему тяжело, ребята. Линде еще более-менее, потому что она белая. Поэтому дома они в основном лежат. В лежалку, лежнем, лежнем-сиднем лежат, отдыхают. И у них просто даже язык на бекрень. Очень-очень искренне им сочувствую. Пытаюсь делать все, что в моих силах, чтобы им помочь. Но тоже вот как повлияешь на температуру за окном. Ну, в общем-то, никак. Гуляешь в пять утра рано утром. В пять утра, кстати, еще более-менее, но уже жарко. Более-менее, более-менее полчасика мы тут с ними гуляем. Они хотя бы нормально бегают у меня. А вот в обед, днем, это, конечно, пытка. Да и вечером тоже пытка. Поэтому, да, чем-то себя занимать. Каким-то творчеством, ничего нового. Почаще обливайтесь холодной водой, если у вас есть такая возможность. И вечером какой-то досуг надо сделать. Например, не связанный с улицей. Потому что я даже вечером, Люся, вот эту... Ну, как всегда. Как всегда этот... Как всегда этот ребенок пришел. Как всегда этот мальчик пришел мешать. Он, пока я снимаю, он что-то там ходит, бедекорит, что-то грызет. Ну да? На неделе. И вот. И что-то делать вечером. Вот я, например, стала готовить пасту разную. Очень не свалил мне свет. Обаловаться изысканным алкоголем. Ну, в меру, конечно, потому что такую жару... Как бы нежелательно пить, особенно на улице. И когда у вас особенно повышенное давление, гипертония и так далее. Ну, я думаю, вы сами все это прекрасно знаете. Вот что-нибудь вкусно, такое интересное готовить. И учитывая мою тотальную нелюбовь вообще к кухне и к пельте, мне сейчас старает доставлять удовольствие. Просто сам процесс покупки. Я давеча готовила пасту с соусом песто. Совершенно банально. Просто варите хорошие макароны какие-нибудь такие нормальные. Аль денте. До состояния аль денте. Добавляете, ну, там уже что вам хочется. Можно добавить масло, черный перец, соевый соус. Ну, это то, что я всегда добавляю в любом случае. Ну, и соус, песто, естественно. Можно еще натереть сыр и добавить помидорки черри. Вот тогда это будет огонь огнища. Паста просто супер нажористая. Несмотря на то, что там нет ни мяса, ничего такого типа сытного. Но обещаю вам, что вы очень сильно наедитесь от пуза этой пасты. По крайней мере, я очень наедалась. Ну, и что-нибудь такое приятненькое в виде, там, бокальчика, винишка, или квас, кефир. Что вы предпочитаете? Чай, кофе. Как-то, в общем, себя занимать. Потому что вот так просто сидеть. И хорошо, кстати... Я, кстати, вот сейчас завидую немножко тем, кто работает в офисе или еще где-то. Потому что чаще всего в таких местах есть кондиционеры. Вот я, например, тоже недавно гуляла в магазин «Лента». И, господи, какой же там шикарный климат-контроль. Ты заходишь, и тебе хочется остаться там, жить там настолько комфортно. Хотя я, конечно, не отрицаю того, что многие сотрудники болели уже из-за этих кондиционеров. Вещь опасная. Но вот сейчас, в наше время, вот сейчас, я бы не отказалась от кондиционера в моем доме. Хотя бы из-за того, что у меня собаки очень-очень страдают. Я-то еще могу, да, осознанно там в душ пойти, попить водички. И они часто вот забывают попить водички, когда это реально вот то, особенно, личке нужно. Ребят, язык просто не поворачивается. Чувствую себя очень глупой и такой очень интеллектуально неразвитой. Поэтому прошу прощения. Поэтому в ближайшее время жара не спадет, по крайней мере, на этой неделе. И выживаем как можем. Гуляю мало, пью много воды. Но, по крайней мере, вот сейчас у меня появилось достаточное количество и сил, и желания писать, творить. И я вот надеюсь, что видео хотя бы я буду снимать. Я сделаю над собой усилие, несмотря на мое вот это вот жаркое состояние. Я все-таки что-то для вас обязательно опубликую. Так что вот, друзья, расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вы переносите 30-градусную жару. Чем вы занимаетесь? Вот напишите несколько таких занятий. Чем можно занять себя в такую погоду дома или не дома, где-нибудь. Чтобы чувствовать себя более-менее живым, невореным человеком. Все, друзья, на этом я завершаю свой ролик. Если вам понравилось это странное видео, поставьте ему пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на два моих блога на платформе Дзен. Они посвящены моей жизни с двумя овчарками в большом городе, на окраине. Второй литературно-творческий, такой больше рандомно-философский. И также у меня есть литературная страничка на лид.нет. В любом случае, я всегда рада посетителям, читателям, зрителям, подписчикам и просто единомышленникам. Пишите свои комментарии любые, если вам есть что сказать. До встречи в следующих роликах. Все, пока-пока.